Работа по набору общественных наблюдателей в Коми продолжается. Напомним, в этом году, 19 сентября, единый день голосования. А потому, чтобы усовершенствовать работу с учетом особенностей электорального цикла в 2021-м, в столице республики сегодня состоялся круглый стол по вопросам независимого общественного наблюдения. Одна из сложностей при многодневном голосовании – обеспечить сохранность бюллетеней в ночное время. Только средства видеофиксации помогут обеспечить открытость и гласность процесса. У нас был случай, например, в Якутии, когда один из представителей кандидата на участке заподозрил вскрытие сейф-пакета в ночное время, на что избирательная комиссия предоставила возможность ознакомиться с видеозаписями, которые подтверждают, что все бюллетени находились в полной сохранности в те моменты, когда они не были под присмотром наблюдателей. И сразу все вопросы снимаются. Сегодня проходит большая работа по обучению наблюдателей в муниципалитетах. Учеба уже прошла в Сосногорске, Усинске, Сыктывдинском, Прилузском районах и стартовала в Кайгородском. Шесть семинаров запланировано в Сыктывкаре. Как отмечают эксперты, важно доносить информацию до учеников максимально простым языком. Наблюдатели многое, о чем им рассказывают, узнают впервые. И порой ты слышишь вопросы, которые считаются для тебя очень простыми. И вот как тренер в этом процессе конкретно, я бы очень вам рекомендовал, когда мы будем взаимодействовать с нашими лучшими наблюдателями, уметь вставать на их позицию. Предстоящую избирательную кампанию уже называют жесткой. Не исключают общественники, что некоторые политические партии будут готовить свой пол наблюдателей с определенными целями и задачами, которые могут быть далеки от избирательных целей. Будут участвовать и новые партии со своими людьми, которых для начала также следует обучить. В семинаре практически надо понимать, что уровень подготовки этих наблюдателей базовый. Это очень раз. И вот у нас в аудитории могут быть сидеть лучшие председательные члены участковой эмиссии. Другие, которые вообще не знают, какой выбор, либо знают, что по их новостям, которые они когда-то там видели в Ютубе или в интернете. Сегодня общественными наблюдателями в Коми хотят стать 2524 человека. Именно столько пока что подано заявок. Наш штаб по контролю и наблюдению ставит амбициозную задачу увеличить это количество еще на тысячу. Однако в любом случае в приоритете не количество, а качество. Продолжение следует...